для варенья я взяла полтора килограммов нектаринов у меня здесь нектарины белые маленькие такие можно взять узбекские нектарины они чуть побольше размером по желте и такие с красными пятнами и очень ароматные можно такие взять просто вот эти вот они по размеру поменьше получаются вот я сейчас заливаю их кипятком у них кожа очень тонкая в принципе если кого-то не смущает кожица можете оставить и счищать я уже и раньше если кто смотрел ролики говорила что я не люблю ни в персиковом не в абрикосовом варенье вообще в вареньях не люблю когда кожица сморщилась если даже если вот здесь кожа тонкая она все равно где-то будет сходить или плавать в варенье это и внешний вид портит и когда во рту чувствуется кожица тоже не очень приятно поэтому буквально ну на минуту не больше может быть даже несколько секунд и сразу холодную воду вот у меня одновременно здесь тазик набираю сразу холодной воды достаем один смотрим вода легко счищается вот уже счищается видите просто цепляем ногтем просто ножом чистить конечно не стоит здесь и так она маленькая если чистить ножом то здесь больше ничего не останется поэтому вот так вот кожа сошла видите сразу чтобы она не сварилась перекладываем холодную воду пока вот тазик заполнялся больше минуты не прошло даже меньше все тазик заполнился сразу перекладываем холодную воду все пока они здесь остывают мы сделаем сироп на полтора килограмма нектарина я беру одну упаковку килограммовую сахара и 1 200 граммовый стакан это получается кило 200 это на полтора килограмма значит идет на килограмм 800 грамм почему потому что у нектаринов хотя они вот вот эти нектари на конкретно они не сладкие но у них косточка большая надо еще это учитывать что хоть большая потом мякоти мало чтобы не засахарился сюда добавляем полтора стакана кипятка сюда же сок половины лимона ставим на огонь перемешиваем сахар растворился правда не совсем до конца но он уже достаточно жидкий уже вот-вот хочет закипеть можно уже убрать с плиты счищаем кожицу дальше протыкаем вилкой где-то нескольких местах где-то вот 4-5 раз до косточки чтобы вот сироп впитался прям до косточки есть и до косточек сироп не дойдет если косточка останется сырой то она долго как бы до зимы не протянет и бросаем сразу в сироп чтобы не почернел вот так вот счищаем счищается она легко ногтем можно цеплять ножом у кого кто как хочет вот так вот если прилипает к рукам смачиваем смываем как бы покажу еще раз говорю если кого-то не смущает кожица если ну некоторым все равно я вот на абрикосовом варенье тоже показывала как она без кожицы варенье сама блестит вот эти абрикос как стекло вот сразу же протыкаем вот так вот и кидаем сироп видите она вот как воде лезет кожица она же ведь сиропе тоже так будет лезть и будет плавать по всему варенью а внешний вид варенья же тоже очень важен варенье должно выглядеть аппетитно не только вкусно вот так вот легко все снимается и бросаем сироп вот по звуку и чувствуется что вилка упирается до косточек вот втыкаем прям до них косточки в принципе можно удалить но они маленькие они так смотрятся целыми красивые я думаю что их не стоит нарезать внешний вид тогда потеряется так они смотрятся очень красиво варенья как и и и все очистила я нектарины заняла это у меня 15 минут это при том что я не торопилась и плюс в это время входит то что я настраивала телефон то есть быстро все очень дальше ставлю снова на плиту доведу до кипения чтоб сахар который осел на дно чтобы он весь растворился чтобы нехтарины хорошенечко пропитались этим сиропом закипела варенье я выключаю и оставляю остывать и пропитываться сиропом надо оставить до полного остывания варенье наше остыло ставим второй раз закипела буду кипятить вот так вот 5 минут пену пока не буду убирать все прошло у меня пять минут я выключаю когда кипение остановится уберу пену и оставлю на у меня получается 7 часов если у вас получится на 89 либо на ночь просто я поздно начала то можете оставить на ночь прошло у меня 7 часов поставила я снова на огонь огонь я делаю всегда большим одновременно поставила стилизоваться банки рядом всегда одновременно на третьем этапе стилизуются банки все доводим до кипения будем варить до готовности все закипело наше варенье всегда я и раньше рассказывала когда готова другие варенья первые 10 минут я обычно даже иногда бывает чтобы не отвлечься не забыть ставлю таймер вот сейчас закипел ставлю таймер на 10 минут вот как пойдут эти 10 минут каждые две минуты ну после 10 минут не отходим просто от плиты потому что после 10 минут начинается вот этот процесс когда резко уже варенье готово и надо выключать можно этот момент пропустить еще знаете как определяет обычно варенье вот у нас уже пошли большие пузыри обычно ягоды или фрукты вот так вот по кругу собираются кипение вот так вот большое происходит посередине как бы вот это кипение отталкивает фрукты или ягоды в сторону значит варенье готово но это уже для тех кто более-менее разбирается вот у меня же таймер звонит что у меня прошло 13 минут еще чуть-чуть видите еще намокает еще чуть-чуть ставлю таймер еще на две минуты прошло у меня снова две минуты проверяем видите капля стоит посмотрим вот стекает капля стекает на салфетка сухая это значит что варенье готово все выключаю значит в итоге после того как закипело у меня как всегда стандартное время варки это 15 минут все варенье готово вот 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 закрываем горячими крышками прямо из кипятка достаем так вот стряхиваем лишнюю жидкость оставляем остывать дальше можно положить уже в кладовку вот такое варенье у нас получается посмотрите даже чайная ложка больше чем нектарин один раз закинули в рот и все не надо не отрезать ничего видите насколько он прозрачный я не знаю видно по телефону или нет на камеру он настолько прозрачный что внутри видно если внимательно посмотреть внутри видно вот темная косточка вот внутри видите получается по цвету такой бледно-желтый из-за того что сами нектарины были белые вот такие золотистые получаются но светло такие желтые вот так вот сироп посмотрите кажется жидкий но мы же проверили на салфетке что сироп готов окажется жидким сейчас остынет я вам покажу когда остынет какой он будет просто некоторые например пишут ой там сироп жидкий или что вы до конца посмотрите ролик в конце я всегда в остывшем варианте показываю насколько густеет сироп вот так вот покажу вам когда остынет показываю на следующее утро как выглядит варенье посмотрите как сироп загустел это при том что в тарелке он остывает быстрее я почему говорю после 10 минут надо следить стоять прям около варенья и следить потому что если не доварить останется жидкость и варенье как бы не дотянет до зимы плюс еще варенье даже если он не испортится он как бы будет на вкус как компот они варенье если переварить тоже получается он засахарится именно надо знать вот норму почему я как только сироп на салфетке держится слегка я его сразу выключаю почему я показываю на бумаге потому что я собираю в банке горячем виде они еще там не смотрите что они в тарелке вот она сразу остывает банки в горячем виде я закрываю она там долго остывает пока она там остывает она еще немножко там доходит поэтому это все надо учитывать вот так вот получается сироп по ассистенции вот как они блестят ну у меня все надеюсь вам все понравилось надеюсь объяснила понятно пишите в комментариях спасибо всем за хороший отзыв за хорошие слова всем большое большое спасибо вот а меня все всем пока пока